Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Пятница, 24 августа и давайте посмотрим, с чем у нас закрывается текущая торговая неделя и начнем, как всегда, с пары евро-доллар. Тем более, по данной паре на текущий момент, на мой взгляд, образуется интересная формация для присоединения в сторону нисходящего тренда, но об этом по порядку. Итак, евро-доллар вчера смог закрепиться ниже минимальные значения, которые были зафиксированы 22 августа, что в рамках часового таймфрейма нас приводит в фазу нисходящего движения. К тому же, мы не смогли преодолеть среднесрочный уровень, который находится в области 1.1627. Пока на текущий момент все указывает на начало нисходящей тенденции, то есть продолжение снижения с ближайшими целями до 1.313.02. Данный сценарий будет иметь силу до тех пор, пока мы торгуемся ниже отметки максимальной значения все так же 22 августа, который был зафиксирован по цене 1.1624. На текущий момент, на момент записания видео, это 9.47 по Москве, Таллину, Киеве, Риге. Существует интересная точка для присоединения со стоп-лоссом, довольно-таки небольшим, порядка 55 пунктов и потенциалом снижения порядка 300 пунктов. То есть соотношение 1 к 6 является довольно-таки интересным. Пока данный сценарий будем рассматривать как основной. По паре британский фунт, американский доллар, картина похожа. Вчера мы также смогли закрепиться ниже минимальной значения 22 августа, но на текущий момент от ретеста этого уровня находимся довольно-таки далеко. Интересная точка для присоединения была вчера во второй половине торговой сессии, но здесь все так же мы можем ожидать возврат в область 1.2864. И с этих уровней рассматривать присоединение на продажу в сторону движения на 1.2568. И ближайший разворотный уровень на текущий момент для отмены продаж находится в области также максимальной значения 22 августа. Это цена 1.2938. По паре американский доллар, канадский доллар вчера во второй половине торговой сессии смогли закрепиться выше максимальные значения, которые были 21-22 августа зафиксированы, что также у нас приводит в фазу восходящего движения. Рассматривать покупки, на мой взгляд, здесь будет оптимальным при ретесте к уровню пробития. То есть это отметка 1.3059. До текущего уровня остается порядка 25 пунктов, что даст также возможность присоединиться по более интересной цене с довольно-таки интересным стоп-лоссом и интересной целью по прибыли с целями роста до 1.3180 и 1.3240 соответственно. По паре американский доллар, японская иена. Здесь тенденция восходящая продолжается. Следующий цель рост – это уход выше области 111.53, движение по направлению на 112.34. Ближайший разворотный уровень рассматриваем в области минимальные значения, которые были зафиксированы вчера по цене 110.50. По паре австралийский доллар, американский доллар, вчера также произошло закрепление ниже минимальных значений предыдущей торговой сессии, закрепились ниже минимума 22 августа, что в рамках часового таймфрейма нас также переводит в фазу нисходящего движения, но точек для присоединения оптимальных не было. Поэтому на текущий момент я рассматриваю торговую идею присоединения при ретесте к уровню 73.27 и присоединения со стоп-лоссом соответственно за максимум 21 августа и ближайшую целью снижения до 72.00. По паре еврофонд сохраняется тенденция восходящая, цель рост – это уход выше 90.49, ближайший разворотный уровень отмечаем на 89.70 минимум вчерашней торговой сессии. По золоту вчера также произошло пробитие минимальных значений 22 августа, а это произошло в первой половине торговой сессии, то есть фактически здесь уже были точки для присоединения по данному активу. Цель по снижению – это область 1160 долларов за тройскую унису, также здесь можно рассматривать повторное присоединение при ретесте к области пробития. То есть здесь также получить интересное соотношение риск-прибыль остается возможным. По нефтемарке Brent сохраняется тенденция восходящая, сегодня с утра мы уже обновили максимальные значения, которые были зафиксированы вчера. Следующей целью роста – это область 77.55. Для тех, кто находится в покупках, уже появляется возможность переместить стоп-лосс ближе за последний уровень коррекции, то есть за ту коррекцию, которая была вчера, за минимум 73.95, минимальное значение 23 августа. За него, на мой взгляд, на текущий момент можно переносить стоп-лосс. По индексу DAX сохраняется тенденция восходящая, в рамках часового таймфрейма мы видим небольшой треугольник, видим сужающийся диапазон по данному активу, но пока тенденция восходящая остается в приоритете. Ближайшая цель, ближайший сценарий – это уход выше максимума вчерашней торговой сессии и движение далее по направлению на 12753. В том случае, если по индексу DAX мы увидим уход ниже минимальные значения, которые были 22 августа, зафиксированы по цене 12314, то будем ожидать возобновления снижения до 12050 соответственно. По биткоину сегодня с утра мы видим продолжение восходящего движения, сегодня торгуемся выше максимума, которые были зафиксированы вчера. Ну и на последнем снижении мы не ушли ниже области 6200 долларов за один биткоин, был разворотный уровень, который мы с вами ранее отмечали. Пока торгуемся выше данного уровня, тенденция восходящая сохраняется и цели роста – это движение в области 6840 и 7200 соответственно. Поэтому рост по биткоину в рамках часового таймфрейма на текущий момент остается в приоритете. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. Как всегда напоминаю, что если вам нравится это видео, то не забывайте ставить лайк и ваши вопросы писать в комментариях. Всем желаю хорошего торгового дня, хорошего завершения недели и увидимся уже на неделе следующей. Всем спасибо и до свидания.